Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 ноября. Следующие два сорта, которые оказались рекордсменами по лёжкости, по своей, по сохранности и по выходу товарных плодов, то есть мало отходов среди них, это очарование и челма. Я когда закладывала их на хранение, я вам показывала. Вот эти томаты я клала зелёными, полностью зелёными, потому что спелые я все использовала. Прохранились они хорошо, и сейчас скажу, чем они отличаются от тех других. Но вы уже поняли, я говорила, что лучше всего хранятся томаты весом до 100 грамм, которые небольшие. Вот такие именно, вот как челма, вот они 50-80-90. Просто поспели они все, все, ну как до конца. Есть, которые вызрели совсем, вот видите, есть, которые ещё не дозрели, и они ещё могут полежать. Я достала просто показать, я вот сейчас помыла, всё. Вот этот вот ещё недельки две, наверное, полежит. И что самое интересное, сейчас покажу особенности этих сортов. Видите, жопка обычно начинает с задницы портиться. У них жопка после созревания начинает не гнить, а подсыхать. Ой, сейчас, подождите. Видите, вот томат такой уже как морщинистый. Он начинает усыхать. Это признак того, что томат, когда я сорвала и куст, был полностью здоровым. Если бы он был больным, он обязательно бы начался, началась у него чернота. Да, он, видите, от длительного хранения, он уже поспел и просто начинает терять влагу и подсыхает. Вот то же самое я с челмой наблюдаю. Она вся поспела. Она не начала гнить, а начала постепенно усыхать. Сухофрукт начался у неё. Она совершенно не гнилая, но вот эти вот тонкие места уже начали засыхать. Разрезала, разодрала я вот эту шелму. Сейчас покажу вам. Мякоть у неё сахаристая. Вот тут вот, конечно, в центре так же, как у всех, кто снят зелёными и кто дозревал вот там в подвале в темноте, у них у всех немножко вот эта светлая полоска, но вкус у них от этого не хуже. Он немного с ноткой кислинки, но всё-таки аромат томатный, вкус томатный и намного вкуснее вот эти томаты, чем магазинные. Сейчас ещё челму разрежу, раздеру вам. Вот тоже, видите, она уже поспела и начинается у неё здесь вот эта морщиница. Это значит, он уже поспел, начал просто засыхать. Даже уже начал чуть-чуть подпорчиваться, переспел. Но смотрите, мне главное, что я вам показала, что вот эта мякоть сахаристая, арбузная, и на вкус они... Челма... Ой, это очарование, так как они оранжевые, они на вкус более сладкие, чем красные, которые у меня находились на хранении рядом с ними. Всё, я вас задерживать долго не буду. Ещё два сорта, которые хорошо прохранились. Вот сегодня 16 ноября, они лежат здесь. Больше месяца, да. Около пол... Ну, короче, месяц с лишним я высчитывать, не буду время терять. Какие-то ещё даже будут лежать. Ну, конечно, которые уже переспели, тем уже нужно, их нужно как-то употреблять. Всё, до свидания. Челма и очарование можно поставить в тот ряд, который на будущий год можно посадить для длительного хранения, для зимнего употребления. До свидания. До свидания.